17 мая 2019 года в селе Дединово прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 350-летию российского флага и выхода корабля «Орел» в плавание. Сегодня на этом маленьком кулачке земли подмосковной происходит очень интересная вещь. Мы отмечаем славный юбилей, 350-летие со дня выхода корабля «Орел». Это первый русский военный 22-пушечный корабль со дня выхода из гавани села Дединово в город Астрахань и, конечно, со дня рождения поднятия нашего символа государства сегодня, нашего флага Триколор. Это место было выбрано не случайно. В этом районе всегда произрастали хвойные и дубовые леса. А в деревнях проживали лучшие мастера, строившие торговые лодки, ходившие по оке в Нижний Новгород и далее до Астрахани. Два года назад мы начали отмечать 350-летие важнейших событий российской истории, которые происходили здесь, в Дединово. 352 года уже назад был подписан указ царя Алексея Михайловича о закладке первого русского военного корабля, построенного по государственному заказу, корабля «Орел». Год спустя корабль был спущен на воду, а 350 лет назад, в 1669 году, введен, как мы бы сейчас сказали, в эксплуатацию, и на нем был поднят флаг. Для этого флага были заказаны материалы трех цветов. Это документально подтверждено. Белый, синий, красный. У историков нет оснований считать, что российский триколор появился при каких бы то ни было других обстоятельствах. Поэтому мы можем смело говорить о том, что сегодня здесь, в Дединово, отмечается 350-летие российского государственного флага. Историческое общество сделало много для того, чтобы рассказать о Дединово, о его истории, рассказать о российском флоте и его исток. И мы, наверное, хотим, чтобы лозунг «Дединово, колыбель российского флота» стал таким очень важным и правильным, потому что действительно люди, которые здесь живут, они традиции несут в себе, а эти традиции, они, собственно говоря, определяют нашу историю. В течение праздничного дня гости Дединова присутствовали на торжественной церемонии принятия клятвы кадетами Дединовского кадетского корпуса «Орел». Служу Российской Федерации! Да, что вам? Есть! Надеюсь на вам, в Афине Морской Кадетской Родины, Дединовскую школу. Перецветов памяти федерального корпуса! Представляю объединенную соустроительную корпорацию. Я рад присутствовать сегодня здесь, на этом торжественном мероприятии. В селе Дединово, в этом замечательном кадетском морском корпусе, где вы, ребята, ваши педагоги, воспитывают вас в прекрасное качество физического воспитания, духовного развития. Вы пытаетесь творческой мыслью, но помимо этого они еще прививают вам любовь к морю, морское воспитание, знания корабельного дела. Символично, что сегодня 17 наших кадетов приняли кадетскую присягу. У нас кадетский корпус морской направленности, там 100 парней у нас обучается. И вот на сегодня, на нашей Луховицкой земле, мы подчеркиваем, что село Дединово – родина военно-морского флота, морской пехоты и родина нашего замечательного триколора, нашего флага Российской Федерации. После принятия присяги гости отправились в крестный ход к храму Троицы Живоначальной, где викарий московской епархии епископ Луховицкий Петр провел молебное пение перед иконой святого праведного Федора Ушакова с частицей его мощей. Я здесь уже не первый раз и с огромным удовольствием приезжаю сюда, потому что люди радушны, природа прекрасная, и говорить можно об этом очень долго. Но это поистине наша большая, красивая страна под названием Россия. После крестного хода состоялась церемония торжественного открытия пяти памятных досок, которые увековечили важные даты, связанные с историей постройки корабля «Орел». В благодарность всем причастным к созданию верфи и строительству корабля «Орел» был открыт памятный знак. Большая работа, проделанная совместно российским историческим обществом, местными историками-кроведами, объединенной судостроительной корпорацией, историками флота, уже сделала это место известным, уже представление о том, что российское государственное судостроение началось здесь, в Подмосковье, на Оке, оно является, скажем так, общепринятым, уже для всех понятным. Это значит, что представление о российской истории, основанное на документах, может возвращаться к народу, даже если народ временно о какой-то части своей истории забывает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова